Так, я здесь, ребят, не бобёж, что ты имеешь в виду последний матч? Сегодня будет все 8 матчей из RO16, и я их всех, естественно, буду стримить. Так, на запись свою выкладываю. Выкладываю. Еще меньше записи. Innovation быстрее всех пока справился. Так, ребят, прошу прощения, ну что-то вылезет. Так, все. Все, заливка пошла. На YouTube туда-сюда, запись добавляю сразу. Ой-ой-ой, куда-куда-куда-куда. Хорошо. Все очень оперативно, записи появляются сразу. Ну, блин, ну... Честно говоря, прям вот таких, касаясь последнего матча, вот прям таких игр, я не ожидал, что прям вот настолько будет разгром жесткий. Ну, ничего не поделаешь. Innovation какой-то сверхсильный стал. Мама снылась фотонкой. Я что-то уже такого не помню. Я просто в конце вола тренировался в вола. Там неплохой уровень был. У нас еще Рокс-команда была. Так, Ланвары мы играли. На Лиге ЕГЭ второе место заняли. Неплохо там я отыгрывал. Так что я в Ходс там как-то попозже начал играть. Вот. В финале минимум один Протс. Почему? Пока еще Протса в финале я не вижу. Откровенно говоря, потому что вот сверху Хиро Классик полуфинал, четвертьфинал, а там победитель, ну, Innovation как бы возможно будет или Life, то есть там сложно сказать, я тебе скажу. Пока тут Протсов очевидных нигде нет. Вот СОС снизу идет, он как бы темная лошадка реально сейчас. Интерио, кому из Рокскиса подарили Форш? Ну, это, наверное, Алан Велинеев, он же Алан, который неоднократный чемпион по нитку спиду в ЦГ, который на Олимпиаде в Сочи в Лакниус. Было такое когда-то, ну, как-то он в Рокскисе был тоже у нас, когда в восьмом году мы еще тренировались в ЦГ. Наверное, это Леха имел в виду, не знаю. А в полуфинале, да, уже Протс есть точно. Ну, что, ну, это они на свою опулу стопроцентны, тут пока предсказатели. Меня что-то вообще не заходит, я уже в плюс не уйду по условным своим единицам, скорее всего, потому что три ставки было, была на фэнтези одна, но я как-то так, конечно, так как деньги нереальные, очень, я бы сказал, не на опыте все сделал, а решил просто подняться нереально на крутых коэффициентах, на фэнтези, на зеста запилил. Ну, с зестом я не был уверен, что так, пока классик только сыграл. Ну, у меня остается по 25 долларов на Мару и на Дриме. Там как-то так, если они сыграют эти ставки, то уйду более-менее в ровность. Не помню, я ее за лайфу, но поставил на зест, потому что на Лилбут, имеешь в виду, блокдок, где я на 14 позиции, не понимаю. Не, ну на Лилбут это совсем авантюра. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ваши! Продолжение следует... Продолжение следует... Реши they are like! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, сейчас перезалью Говорят, там запись однобитая Фэнтези против Хира Получилось Так, ребят, вот она Посмотрите пока ролик Фэнтези Расторопный зелок Фэнтези 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 А вот это, кстати, Зилот, который Во втором ролике с Артанисом Говорил Герой Зилот Опытный Первым высадился Жойстик А это Тезил Ну, ты, Карат, крутой Крутой Ну что, через три минуты начнется базар Это еще не сама игра Естественно, Близзы умеют делать ролики Фуф, ребят Мы еще даже экватор не прошли То есть, еще даже половины матчей Сегодняшних не сыграно Три из восьми То есть, пять впереди Сейчас Лилбол против Лайфа будет биться Наверное, один из самых ожидаемых матчей Потому что, конечно же, я уверен, зрителей сразу возрастет на всех стримах Количество, особенно на европейском Особенно на французский стрим 7600 Уже смотрим Нормально, короче Особенно во Франции Лилбол Старкрафт поднимает Очень и очень сильно Ну, а вам я благодарю Вас я благодарю за внимание Конечно же, за то, что столь поздний час вы смотрите Старкрафт За то, что поддерживаете меня, мой канал Подключайте аглоки Подписывайтесь на премиум Ну и по реквизитам И через плеер Естественно Всем за это большое спасибо Через две минуты начнут комментаторы говорить Лайф против Лилбу Здесь я ничего не ставил на этот матч Но Думаю, что очевидно Я не думаю Я уверен, что очевидный фаворит Это Лайф Но Видя последние игры Лилбу Мы недавно Не так давно Смотрели Финал Гоуфу СК Сезона Там Лилбу Гидру Который, между прочим У него неплохой коэффициент Тоже против Сдримом Который Которого Лилбу просто разгромил Вот И я думаю Что если он будет хорошо Такого уровня игры показывать То Может в принципе и выиграть Но Лайф Это далеко не Гидра Тем более у Лайфа Такие Титаны Как Зест Такие Титаны Как Зест Что-то по прошлой игре Титаном Да не назовешь Но В ПВЗ точно Статс Они его натренировали Явно Так что Тут Дело такое Криншеду Прошу прощения Когда у нас будет Старкрафт На таком же уровне Будет Свои турниры Так транслироваться Тогда Вот так вот По остальным Играм прогноз Рейн Полт Очевиден фаворит Я думаю Что навряд ли Полт Сможет Затащить Туда Не дел Условных Ставок На кипбете Вот На нашем На нашей Конкурсе Партинг Сос Тоже не делал Пвп Но я думаю Что сос Там победит Потому что Последнее время Он очень силен У него Есть козырь Как говорится В рукаве Дрим гидра Вот и мару Рог Я на двух Тиранов Там Как бы Ставил Почему Потому что Мару Тиммейт Рога Рог Ему проигрывал Больше Во-первых По статистике Во-вторых Я думаю Что с тиммейтом Мару Справиться Может Если Мару Не удивлять Он очень силен Ну а Дрим против Гидра Гидра Еврокореец Хочи Крутой Действительно Но Я думаю Что Дрим сильнее Поэтому Там Дрим Хотя По статистике Гидра Три раза Выиграл Дрима Но Это было В 14 году Не знаю Не знаю Посмотрим Что В итоге Будет В итоге Аккуратнейше Эти Все Азартными Темами Нужно Я Как бы Ничего Там Несеряю Ребят Поэтому Призываю Всех Слишком Не увлекаться Этим Затаскивает Гидра Он Азартными В Индок В Пром С Под Дисапоин В В В В В В В Так, да нет, спать я не буду. Так, ребят, я тут сниму пока бинт эластичный с коленой, что-то все зачесалось, уже там затекло, надо ноги отдохнуть маленько, пока разговаривают товарищи, я встану немножечко, пройдусь, сейчас интервью, вот, я даже не встану, я просто постою здесь рядом, похожу с микрофоном просто. Красавчик, Лимбоу. Человек говорит о Лимбоу, он еще не знает. Дамир Еврагинич, 100 рублей через Назбер. Спасибо за стрим, с уважением, да и спасибо тебе, Дамир, очень приятно, ребят, за поддержку, всем гигантское, огромное спасибо. Спасибо. Лимбоу. Лайв все одиноко, чувствует один на Блесконе. Но он правильно абсолютно сказал Лилу, прощает, Простите, Ливу правильно сказал про Лайфа, что Лайф то на подъеме, то на спаде, и многое от этого будет зависеть. Лайф удивился. Прикольно, в общем. Ну, Лайф уверен, конечно, что просто забреет на изичах 3-0 оппонента своего. Ну, в этом есть вероятность такого расклада, но я надеюсь, что 3-0 не даст просто запилить себя Ливу. Так, проходили маленько. Отлично. Хорошая стата у Ливу, но у него-то стата на Евро ВЦС набита. Сами понимаете, что это не одно и то же, что играть с Лайфом. Прикольно, если Ливу сейчас... Очень многое будет зависеть от первой игры, я считаю. Если сейчас Ливу удивит Лайфа как-то в первой, то у него появляется шанс хороший. И с первой берет. И с теми, как у Ливу, это не так, что у Ливу, это не так. Но для Ливу, я думаю, что так. Но, в любом случае, он все равно очень уверен. Он говорил со Райфом внутри, и он сказал, что, даже если я играл больше Легаси, чем Ходжи, он сказал, что я уверен, я знаю, что делать. И, конечно, механически он все равно лучше, чем раньше. Эй, эй, хорош, хорош, ничего не закрыть-то, ё-моё. Наконец-то Туга появлялась. Ну что, у Лайфа даже стат по процентам меньше, чем у Лилу, но понятно, что у Лайфа в других обстоятельствах эта стата набита абсолютно, и, естественно, это неравная ситуация. Так, ребят, сейчас я сам голосовалочку запилю, спасибо ЛКГ. Как обычно, четыре варианта у нас будут. Голосую. Я, конечно, за красивую игру, во-первых, ну и буду подтапливать за Лилу, скрывать не буду. Потому что, ну что, всё-таки, он единственный не кореец, здесь цепа. И в прошлом году вообще не корейцев не было, с тех пор, как на Нива не проходил туда. Но на Нива, нужно признать, приходил тогда, когда корейцы были во всех регионах. У Лилу всё-таки немножко другая ситуация. Но, тем не менее, ему всё равно респект. Даже при раскладе, что не все корейцы могут уехать в любой регион, пройти такой турнир в топ-16 попасть, это очень тяжело. ТЛО и тот, топят за Лилу. Да, ЛКГ. Если ты видишь, что пишет этот товарищ, я думаю, его можно выпилить с Сайта. Ты уже считаешь, что Митя? Ты не можешь сказать, что его действительно пот twice. Онuvre от него виноват. Да, с ней, ну, всё-таки. Поехали, что-то, ты знаешь. Когда вер Bitя для следующего конца, это будет отличный. И это будет отличный конец, для у sicher. У вас есть люди, которые готовы, и я суженые,. У меня уже, куклы здесь-то, уже были такие ребята, как мы всё-таки. Давайтеmos на контраём за эту карту. А Злайк, лето-ау военно-чайпион, będą зажены на Лилу, У нас реально. У нас есть неожиданный. У нас есть патеринский галорий, у насétaет бургий, Да, два войска будет действительно коллайд в этом серии, Кэрлис. Франц будет против Korea, и Протоз будет против Zerg Лилбоу. Это его лучший матч, но, опять же, Лайф, он показал, как хорошо он может быть против Протоза. Не так давно назад. И я очень люблю то, что Лайф сказал на экране, что Лайф обычно никогда не позволяет его прийти в таких ситуациях в том, как Лилбоу. Лайф usually shuts it down before it even starts getting going. Let's get into things. Game number one here on Moonlight Madness between Лайф и Лилбоу. As we are spawning down to the bottom left-hand corner, it is our Blue Zerg representing K.T. Ролстер. It is Лайф. Always likes to show up and bring it when it matters. And if you're newer to StarCraft 2, I'm going to give something to look forward to here between these two. Ну что, ребят, поехали. Лилбоу Live. Пилончик на второй базе у Лилбоу в разведку пока не идёт. Делаю чуть тише. Извините, что постоянно не говорю. Уже стрим идёт как бы с пяти часов дня. То есть почти девять часов уже он идёт. Видите, тяжеловато. То есть буду по делу так сказать. Ну что, в разведку летит Овер. Live заказывает Hata 15. Лилбоу, судя по всему, тоже Nexus будет ставить 15. Так, что-то у него правда по ресурсам. А нет, вот ресурсы сейчас будут. Уже как раз 400. Тробка спускается. Нужно было даже чуть пораньше запилить. Ну, в принципе, по билду Лилбоу угадывает. Потому что оппонент его не халявит жёстко. Гейт ли первый будет или форжа. Думаю, что гейт на этой карте форжа как-то опасно. Потому что третью с гейтом проще оборонять будет в перспективе. Ну что, игра начинается. Поехали. Второй пилончик от Лилбоу. И пробка в разведку идёт. Live прекрасно видеть, что сейчас происходит. Привет, Тарчер. Ну что, приезжает Лилбоу. Видит, что у Лайфа пулгаз. Третий хат пока нет. Кибернетчика у Лилбоу. Пока всё достаточно чётко у него. По рабочему он впереди. Ну, не знаю почему. Лайф редко. Ну, то есть, Линга в первых. Чтобы делать в первой самой игре. Ну, это как-то... Лайф сам понимает. Если бы он, например, попытался 15 Некусу наказать. И это бы не вкатило бы. То есть, Линги бы ничего не сделали. Тогда мог бы... Та мог бы на халяву просто игру отдать. И это был бы полным провалом. Газ за Лилбоу голосуют. Посмотрите, думают, что Лилбоу выигрывает много народа. Ну, это понятно, болеют. Просто его поддерживают. А Лайф сразу же, сразу же, начинает грызть дальние камни. Это сгрызали те от Лайфа. Вот наглеца за такое надо наказывать. Просто. За такое действительно нужно, я считаю, наказывать. Робу у Лилова пошло. Блин, но робота может не вкатить. Лайф очень скоро эти камни прогрызет уже. Ворвется по верхнему направлению. И, что самое печальное, Лилбоу играет без Мазеркора. Это очень жестко. Разведки нету. Зилок продолжает нагрызать. Лайф вообще не контролит камни. Лилбоу, прости. Вообще не контролит камни свои дальние. Если бы он пробил здесь камни, или бы сделал стенку, было бы круто. Но сейчас камни упадут. Лайф ворвется. Пока все очень похоже на 1-0 в пользу Лайфа. Очень похоже на это. Да, линги побежали. Я думаю, что здесь нереально отбиться уже Лилбоу будет. Это очень печальная ситуация. Прибегают линги. Невероятное количество оверчаржа нету. Филд от Лилбоу очень четкий пошел. Но чем он может помочь? Ничем. ГГ 1-0. Это может минус мораль быть. Для Лилбоу. Стенку пытается Лилбоу сделать. Стенка не получается. ГГ. Главное сконцентрироваться на дальнейших играх. Не расстраиваться. Ну вот вкатила тема. Ну не ожидал такой задумки на самом деле. Лилбоу от Лайфа. Дальние камни. Да он и ближние не контролил. Ну вот зная чертенка Лайфа. Его любовь к агрессии. К таким темам. На самом деле нужно готовиться. Видел что мув ранний. Контролить камни обязательно. Да я думаю не все такие игры будут. Там дальше ТВЗ будет. Там меха будет наверное. Мех будет играться тоже. Не понимать. Настоящее мафа. Который. Ну а так. Наверное. Ну а так. Он будет делать СНЫКБАГ. О нет. СнЫКБАГ. О нет. СнЫКБАГ. Да. СнЫКБАГ. Ну а. Ну и. Который. Так. За годом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну что? Ну, ё-моё, ребят. Нахрена такая поздняя кибернетка у Лилбу? Я не понимаю. Он блочит всё везде? Я думаю, Бзик можно пока не банить. У тебя его предупреждение вынес. Пока разбаню. За то, что третье место Култи с Изи занял на турнире 2 на 2. Беллингбаст пошёл сейчас. Заходит Бэйн и куда-нибудь взрываться. В пилончик сейчас врывается. Но стенка-то стоит. И Лилбу вот обьётся здесь на Изичах просто. Похоже на 1-1. Култи просто поднял 489 рублей с Изи на двоих. Походу он уже отпраздновал эту великолепную победу. Вот хрень всякую в чатик и пишет. Мазеркор Лингов минусует. Кибернетка сейчас упадёт. Успевает там Лилбу стенку-то сделать? Ни хрена он там не успевает сделать. Врываются линги. Стенка падает. Пробками нужно законтраливать. Беллинг один запилен. Ещё не скоро будет оверчарж. Это печально очень. Пробки вынуждены кататься. Добычи нет. Похожей сейчас будет 2-0. Блин, ну тут немножко. Ну как Лилбу так? Где Сантрю? А почему Сантрю не строил? Кибернетка была. Странное решение. Короче, от Лилбу теряет пробок. Лилбу 2-0. От Лайфа изи просто. Ну это унижали ТГГ, пишет Лилбу. Ну я ожидал, что будет либо так, либо Лилбу сможет что-то сделать. Нет, пока вообще в жойстик просто. Да, ребят, да. Этого мы сильно ждали. Всё-таки Корея, это Корея. Ну не знаю, ну хоть одну-то игру надо взять, Лилбу, чтобы такой хрени не происходило. А что? Это степень-стон, литерально. Да при чем здесь ГМЛ от Чизов? Здесь чуть-чуть не хватило Очень поздняя кибернетка Сейчас была от Лилбоу Он дал ее прогрызть Не было СН3 Здесь обязательно Фил должен быть Стенка должна была быть продублирована Мазеркор поздний Ну, короче, много косяков Можно долго анализировать, но Второй Пилон почему От Беллингов не погиб Потому что там наискосок Все стояло, сплэш не доставал до него Беллингами-то криво На самом деле Лайф резался первый раз Но за счет того, что Линги Слишком рано начали грызть кибернетку Она была без полей И не хватило прочности с другого направления стенки Вот так вот Шестой Пул, посмотрите, от Лайфа Если Лилбоу сейчас думает Поставить Нексус, то это будет просто провал Если же Лилбоу разведывают То это будет нормально Для него, ребят Лайф решил унизить просто Реально Ну, понимаю корейскую дерзость Но, блин, за такое надо наказывать Надо за такое наказывать Судя по всему Этот матч будет максимально быстрым Неужели Нексус? Нет, Гейт от Лайфа Блин, ну Гейт-то от Лилбоу Простите, ну Гейт-то снизу Ёмано, здесь Пилон может погибнуть Это все в кейс еще с дронами Сейчас Лилбоу пойдет Ой-ой-ой Хорошо, что Лилбоу на разведку уйдет, конечно Но чувствую я, что это добром не кончится Эта игра Дичь-то какая Приходит пробка Видит лингов сейчас Лилбоу Ну, сейчас нужно показывать реакцию игроков Второй пилон на хайграунде Какая форжа? Фатонку на Мэйне хочет Лилбоу впилить сейчас Нужно блочить Здесь все блочит Но лингов-то 6 штук И они, естественно, очень быстро ликвидируют эту форжу Линги прибегают Начинает пилончик сразу подгрызать Еще один гейт пошел Нужно на Мэйне Фатонку на пилоне ставить Просто-напросто И тогда может вкатить Но Лилбоу, точнее, Лайф не будет дураком Грызет форжу Но форжа достроится И Фатонка будет запилена, кстати говоря Да какие пилоны? Ставь ты Фатонку пока Ставит Фатонку, молодец Лилбоу Пилон отменяет Отменяет гейты А как он сюда запустил Фатонку Кто прикрывать будет? Гейт новенький пошел Две Фатоночки Стенка здесь Пытается бежать Лайф Но Лилбоу великолепную здесь оборону строит Но Лингов-то куда запустил? Минерал-лог где? Фатонку дашь скрызть, дурик-то чего? Пробки врываются Пробки пытаются драться Но как криво же Лилбоу здесь контролит свои чертовы пробки Фатонка готова Все, сейчас нужно законтролить Отбивается Но потери рабочих высокие А там уже Королева строится Но самое главное, что отбился И рабочих у него в принципе больше Нормально Из такой ситуации можно выигрывать 12-7 Но можно было лучше отбиться То есть сейчас Смотрите, вот здесь минералинка Вот этот проход Вот он Вот здесь находится Нужно было Лингов просто не пускать Нужно было драться так, чтобы они не зашли Зачем-то Лилбоу нахренам-то их запустил внутрь Что они пробок смогли подгрызть Я не знаю, зачем он их туда нахрен запустил Все понятно По рабам 16-10 Но там Королева и сейчас будет буститься Все, Фатонка стоит хорошо Она прикрывает все Абсолютно кибернетчику Запиливает Лилбоу Естественно, нужно устроить зелков побольше До хаты еще долго Ой-ой-ой, находит еще Черт побери Лайф здесь уязвимое место Фатонка вообще ни хрена не достает До кибернетки Нужно отгонять С зелками Линга Чем сейчас Лилбоу и занят Но не стоит вперед слишком сильно врываться Могут зелков убить эти Линги Та очень долго придут на Нексус выходить Сейчас нужно с тремя зелками плюс Мазеркором Срочно выходить на Нексус Но, посмотрите Лайф не собирается никаких хат ставить Он просто на муве собирается оппоненту его подгрызить Это очень, опять же, наглое решение Но оно может прокатить Потому что Лилбоу сейчас, конечно же, будет пораньше стремиться Нексус поставить Не понимая, что происходит Для этого нужно обязательно Мазеркором разведать Если удастся заблочить рампу Сейчас поставить зелков Например, сюда там с пилонами как-то Может катить Лингов сейчас Лилбоу отгоняет Зелками вперед не ломится, не спешит Дронов 15 на 18 Ну что, собирается внизу тут Лилбоу в Нексус ставить Блин Блин-блин Чувствую, что сейчас будет наказан За этот Нексус с Лилбоу Блин, какой Лайф, а? Какой Лайф просто, ну, не знаю Не жалеет, не жалеет Лилбоу Сколько Лингов сейчас посмотрим По армии соплаю Лилбоу в 2,5 раза меньше, чем Лайфа И если стенки не будет, а стенки не будет Это будет печаль Вот Линги еще приходят, посмотрите Лайф их пока не показывает Тут они заходят на Муве сейчас моментально Зелков через атаку уже послать Филд на рампу пошел Сентри Мазеркором улетать Уверчарж скоро ведь будет Сентри уводить застройку Срочно надо Лайф уводить Лилбо уводить же ты Сентри в застройку Ну что ж она уводит, молодец Уверчарж будет, Фатонка есть Отбиваться можно Отбиваться можно Уверчарж выставлен Линги, естественно, отбегают Мазеркором как можно больше дэмэджа Лингам Лингам Нужно нанести Что Лилбо уводит Сейчас нужно выбегать Лайфу Три гейта добавляется Варп скоро будет готов Вообще Лилбо отбивается здесь Но Лайф выходит в хату И даже если эти линги там много рабочих не наубивают То ничего страшного нет Зачем жалеть? Незачем, я же не говорю, что нужно жалеть Ну что, гейт открывает Лилбо Сентри и три штучки Линги готовятся врываться Как только оверчарж кончится Но есть Фатонка и Сентри Лилбо здесь изи Отобьется просто Но нужно заново на Нексус выходить Ведь Лайф обгонит Парабам в перспективе Филд пошел от Лилу Видно, что нервничает Лайф разводит Просто на Филды его элементарно Можно не спешить было Потому что, ну, там Лингов на пополам Можно разделить Уходит Лайф И он очень долго сейчас Проблема в том, что он очень долго Не даст Нексус заказать То есть уже больше зелков Больше Сентри Спокойно спуститься Просто хладнокровненько Поставить Нексус Ну, вот не с таким количеством юнитов Больше нужно Еще с одним доварком Как минимум Сейчас 5 зелков Плюс 5 Сентри Уже Так, 5 гейтов Лилбо в улын Пайшел с одной базы Опасное Очень опасное решение Блин, Лайф Ну, с такими игроками Блин, пока Лилбо вперед дойдет Ё-моё Правда, там Роуч Ворона нету И можно прийти Просто неожиданно Мазеркор дома оставляет Оверчарж сейчас будет Лайф пытается Камни прогрызть Камни так просто Тут не прогрызешь Пробку нельзя Терять ни в коем случае Роуч Ворон заказан От Лайфа позднего Плетки выставляет Ой-ой-ой Ну, как Лилбоу так Опасное Опасное решение До Варпа сейчас нету Из дома он с этой армией Соединиться не сможет Юнитами Потому что здесь Так, гейтов много Пилон пошел Камни Лилбоу прикрывает Нужно выводить Зелков До Варпа идут домой Очень большой до Варп Пуш будет действительно сильный Но если Роучи будет Плюс плеток Очень много Сталкеров мало Нет, здесь как-то Идеально Лайф готовится Чувствую, что что-то не вкатывает Здесь приходит Лилбоу Видит, что происходит До Варп идет сюда Очень быстро он сюда двигается Пробку нахрена отдал Пилона ближе не будет На одном пилоне Как с одного пилона Пушить-то я что-то не понимаю Здесь Лайф окружает Лилу Очень быстро Но зелки бьются неплохо Пошел врыв уже Или не пошел врыв Нет, врыв пока не идет Куда-то Лилу Так Ну вот это то, чего я боялся Этого абсолютно не нужно было Лилбоу делать такую хрень Сзади прибегают линги Филды хорошие, конечно, от Лилбоу Плетки падают Но две-то живые до сих пор Зелков недостаточно, чтобы затанковать Руч выходит Пилон падает Все, прироста нет ГГ 3-0 Изи от Лайфа Лилбоу Ну, молодец, что прошел на близко Но ГГ пишет Лилбоу В Нексус надо было выходить Молодой Лилбоу Игрок нужен опыт Нельзя нервничать В такой ситуации То есть Сейчас он вышел И просто Просто отдался К сожалению Они смотрят на первая ручка И они сказали Ну, просто стопы В результате Ручка И потом ВОТ В волшебном КВИКБУЛ И МАЗ ЛИНС Каждый гейм Нельзя Гейм Да Ну что же, все, Лил будет отдыхать, отправляется, очень быстрый матч. Это может подорвать, на самом деле, его уверенность. Пока, Паш. Ну что же, дальше у нас экватор прошли мы, точнее, ровно на экваторе находимся. Четыре матча впереди, Рейнпул, следующий, не покидайте, нас будет интересно. Ребята, всем спасибо за внимание. Прекрасно понимаю ситуацию, турнир в неудобном для нас проходит, в Америке многим на работу, так что всем удачи. А те, кто терпеливые, самые жойстики, у кого есть возможность смотреть, всем спасибо за внимание. Ждем. Так, ну Рейн с Полтом очевидный фаворит Рейн, но Полт может удивлять, но я не думаю, что сейчас он удивит. Я туда на конкурсе от Кипбета не ставил на эту игру, но на двух тиранов я запиливал в итоге. Это Дрим и Мару. Ну там тоже все неоднозначно. Партинг, Сорс, это ПВП. Такое, рандом достаточно. Ты бросил универ, чтобы посмотреть Близзкон? Блин, ну после третьего места вашего сегодня 489 рублей, как бы я думаю, что это правильное решение. Куда уже тут? Че учиться? Бабосики рекой текут. Ладно, шучу, не надо так делать. Некоторые люди там картинки размещают, вот, типа, вот, потратил пять лет, там, знаешь, типа. Ну ты потратил пять лет, как бы, ну хоть спасибо, пожалуйста, можешь говорить. Понимание какое-то есть этого, да, там, а... Не для корок это все делается, для элементарного просто культуры, расширения своих знаний. Ну а кто-то уже сразу знает, что он хочет это так и так. В отличие от меня, Апула в бейлингах сидит, а нет, в лингах тапка. Смотрите, какие тапки, блин. Такая вот реклама идеальная называется. Прикиньте, вот кто это все делает, это же... Это же серьезко. Стоп-старт делаю.